Я могу его рекомендовать, потому что он высадил на территории Сталинопорского олюбленного завода замечательный яблоновый сад, который каждую весну радует взор цветущим морем яблочным. Замечательным. И все яблони живут уже много лет и плодоносят даже. Пожалуйста. Здравствуйте. Опыт не обязательно, разговор деловой. Защитина, она, конечно, лучше умеет рассказывать. Я же у вас училась. Давайте, давайте. Значит так, поймите, о чем пойдет речь. Значит, я не буду участником. Я просто хочу, чтобы было как можно меньше сделано ошибок. Это очень важно для тех, кто может вложить свой труд. А потом окажется, что все напрасно. Это будет короткая, у меня многочасовая есть лекция, это короткая. Итак, сейчас сюда у меня свой. Как это называется так? Вот. Смотрите. Никто не видит, какой наш город. У нас таких вот тысячи. Все проходят, вижу только я один, сфотографирую. Вот от этого изобразия можно избавиться только одним способом. И знаете, почему отрезали? Это мешает проходу. А не отрежешь. Когда вовремя не посадили саженец. Или не вовремя, а правильно не посадили. Но об этом чуть дальше. Пойдемте. Вот. Это уже можно говорить, что тоже дебильный обрезок, это само собой. Вот. Надо прекратить. Здесь телевидение. Я специально, я утром созванивался с руководством, потому что не хочется, чтобы об этом узнало. Хочется, чтобы узнало 30 человек, но хочется, чтобы узнало 30 тысяч. Значит, надо прекратить белить дикоросы. Потому что это для чего делается? Мы же это платим, и нам их белят. Они по белке не нуждаются. Это даже не мертвому припарку, потому что такие деревья, короткий век у них. Вот. И они падают. Ну, после такой обрезки они теряют проще. И каждый год нам по телевизору говорят, нас обходит пока. У нас город молодой, а там где 57 деревьев, там каждый год убивают женщин, детей, раздавливают тысячи автомобилей. Вы видите, что у нас в городе творится. Нам самое главное, хочу сказать, уже надо начинать, давно хотел сказать. Потому что Абакан не белит. Сыногорск, он не белит. И он спросил, зачем белит? У дворника. Вот, да, дворники белят. И с первого мая надо прекратить эту дурь. Вот я для телевидения говорю. Теперь так, смотрите. Вот это загородное, я никто не мешал еле эти расти. Давайте следующий снимок. Вот. В городе, вот это чуть ли не единственная сосна. А город, если мы, будет кто-то брать грант, я пришел сюда высказать свое мнение. Вот. Сосны, их нельзя садить с голыми корнями, они умирают сплошь. На заводе из нескольких тысяч сосен погибли все до единой. Это потом тогда был покойный погаев, директор, он говорил, найдите Железова. Посмотрите, что эти сосны сохнут. Все высыпки, Железова никто не искал. Вот. А ведь все это погибло. Надо обязательно, чтобы город был отделен соснами. Но это такая работа. Надо найти. Я находил сосны, которые корни держат в ком земли. И вот тогда сто процентов приживаемость. И город должен быть, если, дальше я расскажу, город сад, это проплодовые. Это идеально. Но все равно весь город плодовый не засадишь. Никаких денег не хватит. Или сосны. Сосны, сосны, сосны. Вот это бы поняли. Там, где, может быть, 50 тысяч мало, объединиться, чтобы было 100 тысяч, 200 тысяч. Вот. Я ездил так, на тракторе ездили, выкапывали, садили. Но та ограда, она не смогла жить, когда мне сад сожгли. Но 300 сосен я своими руками пересадил. Метр на метр на метр. Рассиверт, потому что шею не могут. Мешают друг другу. И через 10 лет это была сказка. Там были грибы, первые волнушки, все. Птичьи гнезды, все было. Вот. Я призываю. А вот это случайно как? Вот кому-то надо, чтобы у сосны был штамп. Еще раз верните назад, пожалуйста. Вот. Нету штампа и не надо. Вот. Вот так и должны быть. И посадить их надо 100 тысяч. И тогда город будет сад. Ну, вот еще раз говорю. Но самое главное скажу чуть позже. Пойдемте дальше. Вот. Значит, вот это вот, значит, участок, раньше назывался просто сад Сошникова, участок Сошникова. Это муниципальное образование, участок, как я понимаю, который в Майне, это самое, находится, да? Он заброшен полностью. Вот. Я слышал, что он значительно интересуется, но мы не что-то переговорили. Я там делал фотографии. Все заброшено. Где вы, я к вам обращаюсь. Раньше он нас обеспечивал зеленью. Где вы собираетесь брать саженцы? Значит, получается как? Если говорить о дикоросах, вот, мы один раз заехали возле отчего в лес, нас тут расшуганули. Мы эти, в дикие яблонки на прием кулаках были. Не наши. Где наши, это администрация, она будет главная боль, потому что надо засаживать, раз этот участок не работает, если он когда-то заработает, то в аренду якобы дают, вот, если он когда-то заработает, то это пройдет много лет, пока от него дача будет. А пока вот так, грустно. Вот. Вот это вот, смотрите, яблоня. Это самая большая сибирка, сибирская плодовая дикая яблоня. Правильное название. У нее ягодная яблоня сибирка. Это майна, это больница. Фотографии сделаны 10 лет назад, вы поверите, еще больше доиспользовало. И весь участок майна, это больница, окружен десятками, если не сотни, вот таких чуть меньше деревьев. Вот это имейте в виду. Если вы, почему, почему имейте, пойдемте дальше, я покажу красивую фотографию. Но самое главное, самое интересное, я говорю, город должен, это самое, водно быть благодарен за то, что он первый, единственный, показывает пример. Вы представляете? Давайте, давайте, одна фотография. Это его пятиэтажка, вторая фотография. Это его пятиэтажка, это 2018 год. Вот, третья, это опять его пятиэтажка. Это Черемушки, четвертая, пятая, вот, шестая. Видите? Вот. Есть возможность, стоп на этом. Есть возможность у нас, значит, весь город сделать таким. Но эта возможность, она должна реализовываться как, чтобы эта красота была. Это должна быть, есть понятие, национальная идея, вот, городская идея. Тут можно привлекать сотни людей. Тут нужно засадить саженцами. Это не так-то просто. Еще часть, она какая-то есть, он защитно улыбается. У нее есть, у меня есть. Больше, и моего сына Сергея. Больше, по-моему, ни у кого. Вот, я специально показываю. Тотаров Владимир Александрович, последний из маньяка на рынке стоит. Рядом окружен тысячами саженцев в Средней Азии, выдают за Алтайские. Все. Я отслеживаю много лет. Ну, сколько лет отслеживаю? Наверное, последние 10 лет, так они появились на рынке, 15. До сих пор не обнаружен. А продано вам, нам, их десятки тысяч, а может уже за эти годы сотни тысяч, ни одного водносящего. То есть остается защитно, железо, тотаров, последний из маньяка рядом, а меня запрещают сфотографировать их, тотаров раскручивать, да, последним замечательным садовым, а эти вот оттуда шуганули, вот там, и вот отсюда они каждый год будут на месте. Вы, наверное, знаете, вот. Не смейте, не снимайте, дайте, покажите разрешение на съемку. Ну, понятно, да? Вот. Теперь получается так, я о хорошем сказал. Вот еще хороший снимок. Это первые, самые первые постройки в Саваногорске, и сразу садили тополя. Легчайший случай, когда посажено так, что мы не боимся там детей проводить мимо. Вот. Пойдем дальше. Сейчас я вам покажу. Это Саваногорск. Безобразие дикое. Я хочу, чтобы с какого-то момента весь город знал, что так дальше нельзя, что надо садить. Во-первых, есть такое понятие длинномеры. Вам может продать еще морточерский питомник, жиг, не знаю, жиг нет. Вот. Или уже все, кончался. Ну, вот когда вот такие вот, центр, да, рынок убрали, посадили вот такие вот. Часть погибла сразу. Видели? Вот. Деньги трачены. Почему? Длинномеры. Надо уметь садить. Не знаю, может быть, у вас объекция будет. Но я сегодня на это не рассчитывал. Вот. Я боялся, что мне дадут пять минут. Дальше идем. То есть так садить нельзя. Так садить нельзя. Идем дальше. Вот. Вот это вот. Деревья собираются падать. Это еще ладно. У меня фотографий сотни, я как этот самый. Вот. Еще хуже растут. Смотрите, специально. Еще хуже. Вот. Еще страшнее. Ну, куда уже дальше-то? Вот эти посадки, это когда ткнул дерево и забыл. Я обращаюсь с тем, кто будет заниматься именно посадками. Вот. Вот это вот хвойники. Вот, пожалуйста, это я снял в Вазиболису в Абабакане. Почему? Та же самая причина. Ткнул и забыл, а там хоть трава не расти. Это наше ГИБДД. Гречайший случай. Я нашел плавносящий абрикос в черте города. Там видно даже из плотики. Если бы нормально все начиналось, если бы малейшее понятие было о правилах посадки, то вот здесь вот, тот, кто будет садить, когда саженец у такого росточка, половину кроны верхней отрезал, и вот этого вот уродца никогда бы не было. То есть он был бы пышненький, был бы меньше ростом, но пустился бы, но он был бы жив. Вот это дорога от Савиногорска. Отъезжаем сразу, до конца, да? Следующую фотографию. Красота была неописуемая. Вот таких несколько, чуть-чуть назад. Вот таких несколько деревьев, ну, вы знаете, тут рядом гостиница, Савиногорска, по-моему. Вот. Вот они никому не мешали, они прекрасны. А это украшение города, вы приглядитесь. Можно назад вернуть, кушать их нельзя, допустим, это крупный план. Это одичавшие ранетки, это не седыки, которые в мази растут. Вот. Это одичавшие ранетки, которые теряют свои качества, но являются декоративным растением, украшают город. Вот, пожалуйста, еще. Вот. Вот это с них сделали, все их были, они изуродованы. Причем, я специально смотрел, вон моя машина, которую я раньше ездил. Я специально смотрел, мешает ли вот эта деревья, эти красивые, движению и обзору, не мешает. Их изуродовали. Принято делать штамп, который никому даже не нужен. И вот таких вот, я только два снимка. Пойдем дальше, еще быстрее. Вот. Теперь, значит, переходим к чему. Ну, во-первых, имею ли право морально так говорить. Больше 120 плодопитомников, научных учреждений и магазинов, интернет-магазинов присвоили мои фотографии. Больше 120, это вся Россия, именно мои. Моя рука сделана в моем саду. Так я почему говорю? Дело в том, что вы, ну как сказать, это признание. Представляете? И вот это признание так выглядит. Мы сейчас будем говорить конкретно. Если я предложу, так, вы видите цена? Вот это сажение с моим фото, вот это красивое фото, стоит 1200 рублей. Где-то вроде же там, не важно где. Чуть не сказал, на Колыме. Так вот, их бы надо на Колуму. Вот это вот, да? Я к чему говорю? Сейчас я вам предложу саженцы от Сергея Железова. Дешевые и эффективные. Вот эта фотография украдена. Вот, Сергей, я не покажу вам 120, но поверьте мне, у меня все на сайте есть. Вот это, следующие, опять украдена. Видели? Вот, 1200. Теперь, тут вот одно, по-моему, пропустили. Вот это успех. Вот, ну, ладно, это уже понятный смысл. Вот это следующий. Вот это маньчжурец. Вот его сеансы, я потом покажу фотографии несколько. Вот эти, пожалуйста, верните. Вот эти сеансы, и вам будет предложено тому, кто заработает грант, получит. Потому что город, который может стать лучшим городом на планете, потому что таких городов больше нет. Да, на Украине вдоль дорог растут жардели, но есть их нельзя, машин много, свинец. На Кавказе я видел целые десятки километров грецких орехов, но их есть нельзя. Свинец, знаете, что такое свинец? Вот, это сразу медленная... Вот, а мы предлагается где-то в черте города, но подальше от этого, от котельной, которая правит полгорода, но люди привыкли, не замечают, да? Вот, вот та сторона, где десятый микрорайон и так далее, вот эту сторону, там можно садить прямо на улице. Вот, дальше пойдем. Видели цену? 800. Теперь, потом мы перейдем к саженцам, которые стоят у Сергея 200-300 рублей. Причем настоящие вот эти же. Вот это второе, кроме абрикосов, я предлагаю садить. Почему? Это посажено, я просто наблюдательный, на куче мусора никто не садил. Невероятная, именно у, следующий снимок, именно у войлочной вишни, невероятнейшая способность жить где угодно. Только плюнь, кто видел весна, когда цветение, съезжаешь в моста и едешь в сторону Шушенская. С обеих сторон побольше нам цветут и растут эти. Их пора, вот мы садим эти акации, их 2 миль, или просто дают расти, они огромные растают, или не дают, ну, сами дают. Получается, пышный кустарник, каворины режутся так, каждый год. Вот это должно заменить. Почему? Потому что, как не было у нас, кроме отравленных фруктов, ничего нет. Дальше пойдем. Вот она, вавочная вишня. Вот это вишня вавочная у Сергея. Вот. Так. Вот это вот жардель абрикос. Ниже фотографии покажу. Вот это вот манжурский абрикос. Вот это вот манжурский абрикос однолетний, ну, в середине лета. Однолетний, двухлетний. Вот. Вот это вот, быстренько фотографии листаем. Вот какие... Манжурского абрикоса я выросил, когда первые 15 деревьев непривитых, все 15 оказались разные. А он улыбается. Ваши? У меня? Значит, не обманываются. Вот. Выросли 15 деревьев, все разные, красоты неописуемые. И даже когда культурных не было, знаете, какие страшные зимы? Нет, зима не страшная, мы не боимся. Плава. Вот тут да, тут мы беззащитные. И вот тогда оказалось, что этим-то по барабану. Вот еще листайте. Вот они все. Это все косточки от одного дерева. Посмотрите, какие они разные. Вот. Почему? И чего мы будем ждать? Если мы дождемся на улице города вот эти же абрикосы, так, вот, эжердер-жердер, вот назад. Это единственное дерево до сих пор. Последнего же 23 ведра. Это старое фото я взял, чтобы не пугать вас, какое вырастает, да? Вот. Вот. И вот она абсолютно съедобная. У меня конкурс. Вот она конкурс устраивает. А у меня в саду выиграла конкурс почему-то костосладкой жердель, а не роскошная эти. Вот. Вот смотрите. Вот, кстати, вот она фотография, которой присвоили порядка 40 питомников. То есть, они вам предлагают, а у самих нет даже нечего подряд сделать. Вот. Вот это вот. И, наконец, еще. Вот это вот груша, да? Сварок называется. Она... Вот это вот молодой сварок, то есть, ну, она, ну, как, декоративная форма. Нет, то есть, она осенью всегда такая. Вот это вишня. Вот. Вот это вот китайское слива. Самое распространенное у нас. На рынке, видите, бабушки торгуют. Вот, в основном ели. Я ее назвал. Красно-желтый, условно. Потому что никто не знает, ученых пытал. Тот никто не знает. Очень устойчивый сорт. И посаженный без прививки, то есть, прямо в землю, косточка, дает вот такие плоды. Так, закончили мы, да? Итак, режимируем. Значит, если правильно садить, если будет энтузиазм, тогда получается так. Что еще все делать? Жардели есть, абрикосы. Абрикосы мажорские есть. Техническая, по сути. Техническая, по сути. И груши, оля, эти. Вишни, олочные есть. Несколько сотен. Теперь, если бы было это уже, пусть не национальная идея, хотя бы городской, не вот так, каждый по чуть-чуть там. А по-настоящему, я почему надеялся, где я в 8 утра созванивался с руководством канала, да? Мне интересно. Хочется, чтобы захватили всех. У нас был первый главный этап. Когда я сюда приехал, тут уже такое творилось, чего не было больше во всем России. Десяток гениальных садоводов, ну, я бы такую лепту прочитал, про каждую, фотографию, ну, я понимаю, устанете. Вот. Они сотворили такое чудо. А потом это чудо сошло на нет. Люди начали в газету журналы, а там написано, как их убивать. И в конечном счете убивали. И потом исчезли наши местные производители, Сергей и это самое, Валерия Зачитина, последняя, да? Ну, Тотаров. Все? Или не все? Все? Лапин же нет. А, Лапин, Лапин. Все. Вот это вся команда. И на их проданный славенец один получается где-то 100 с рынка. То есть садоводство не возобновить. Давайте попробуем хоть на городских улицах. Были лучшие дачные сады, и вообще в России. Теперь в России, я не шучу, у меня такие связанные, такая информация. Но вот осталось только, раз уж не получается садами, вот, каждого не заставишь. Он все равно обойдет, это, Сергея Железова, Зачитину, все равно вместо одного живого купит два мертвых, это 100%. Это 90. Это я же каждый день вижу, в общем, с рынка нас. Вот. Теперь, значит, вот это я сказал, значит, догонку, если бы были, действительно захватила бы идея, тогда бы догонку Сергей бы мог вырастить груши, так, причем, которые не замерзают, то есть полукультурные. Это реально. Чистосадки, это приват, это тысяча рублей заставили, вот, или там хотя бы 500, вот, потому что рыночная 500, попробуй задеревать, у нас из-за этого погибли плодопитомники, по всей Сибири погибли, их задавили, дешевизмой, вот, значит, груши, вишни, роскошнейшая вишня, сумасшедшие урожаи. У меня есть фильм, где подъехали на автомобиле, он высокий, встали, и 10 ведер набрали вишни, не отъезжая никуда. Вот так. Вот такие урожаи. А почему этого нельзя в спальных районах, где может любой полакомиться? Они же еще и съедобные, не считая соки, компот и варенья. Вот, может быть, раз уж дачное движение, практически оно рухнуло. Так. Хотя бы городское попробую. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.